День Города 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 наиболее подвержены коррупционным проявлениям такие сферы, как освоение бюджетных средств, в том числе целевые программы нацпроекта, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство. Мелкие же взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. За прошедшие праздничные дни на дорогах Рязани и области зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Кроме того, произошло 143 аварии с материальным ущербом. Далее расскажем о самом резонансном происшествии. Это кадры последствий аварии в Пронском районе под Скопино. Грузовик с полуприцепом Рено столкнулся с легковушкой Грэд Уолл. В аварии пострадал 60-летний водитель грузового автомобиля. Его доставили в больницу. Его пассажиры, женщина 34 лет и 9-летний ребенок, погибли. Сотрудникам госавтоинспекции нужно было выяснить, кто виновник в этой аварии. Другая авария на железнодорожном переезде произошла в этот же день, 8 марта, но уже в Шилово. Рязанка выехала на переезд под запрещающий сигнал светофора. Ее автомобиль столкнулся с электровозом с грузовым составом. Водитель автомобиля погибла, а ее 17-летняя пассажирка госпитализирована. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего. Валерий Седов, телекомпания, город. Хоккейная команда главного управления МЧС России по Рязанской области стала обладателем Кубка Рязанской хоккейной лиги. В финале они обыграли команду хоккейного клуба «Никуличи» и посвятили свою победу женщинам, поздравив их с 8 марта. Чемпионом Рязанской хоккейной лиги в этом году стала команда пожарная охрана. В ее состав вошли представители руководящего состава главного управления МЧС России по Рязанской области, а также сотрудники пожарно-спасательных частей. Между играми нам удалось пообщаться с капитаном команды Александром Савуковым. У нас слаженный коллектив. Не первый год мы играем в этом турнире и дополнительно мы еще тренируемся своей командой. Два раза в неделю проводим тренировки, играем. Поэтому коллектив и команда у нас слаженная. За весь чемпионат спасатели провели пять игр, четыре из которых выиграли. Один матч был проигран по булитам. В финале команда сразилась с хоккейным клубом «Никуличи», который занял второе место. Пожарная охрана выиграла со счетом 2-0. Третье место заняла команда «Ветерок». Своё первенство в чемпионате рязанские спасатели приурочили к Международному женскому дню. Сегодняшнюю победу и в целом весь тут мир участия мы посвящаем нашим прекрасным дамам, работницам главного управления МЧС России по Рязанской области. Все патриотичные поступки мужчины совершают ради женщин, для них. И в том числе мы поздравляем всех женщин Российской Федерации и всего мира с Международным женским днем. Ура! В открытом чемпионате приняли участие любительские команды. Стоит сказать, что по итогам голосования лучшими стали вратарь пожарной охраны Вадим Брянчиков, игрок хоккейного клуба «Борки» Дмитрий Лаптев, забросивший четыре шайбы и сделавший одну голевую передачу. Выделился Данил Пильщиков из хоккейного клуба «Ветерок», реализовавший семь шайб, а также Константин Михайлик из хоккейного клуба «Пожарная охрана», совершивший три голевые передачи и забросивший две шайбы. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Рязанский десантник Святослав Тетерин – лучший боксер ВДВ в категории свыше 91 кг. В финале Кубка командующего воздушно-десантными войсками в Апскове, посвященного памяти героической шестой роты, он победил Хажа Акбара Мамакова из «Медвежьих озер». И не только завоевал золотую медаль, но и получил приз лучшего боксера турнира. За Кубок ВДВ боролись 80 спортсменов из 11 регионов страны. Финальный поединок посмотрел Максим Васильев. Вопреки обывательскому мнению чемпиону Вооруженных сил России и четырехкратному триумфатору боксерских соревнований ВДВ Святославу Тетерину в этом финале было что доказывать. И в первую очередь самому себе. Поражение в заключительном поединке декабрьского чемпионата страны не только отцепило его от олимпийской заявки, но и наверняка оставило чувство досады. На пути к финалу Святослав пополнил коллекцию досрочных побед и вполне резонно считался фаворитом. Начал по статусу. Это, выражаясь боксерским языком, двоечка явно добавила уверенность рязанскому бойцу, и он нарастил темп. Преимущество становилось явным, несмотря на попытки его соперника клинчевать и концовку раунда Тетерин оставил за собой. Во втором раунде Хажакбар Мамаков пошел ва-банк. Начались размены, которые Тетерину оказались на руку. Он был точнее. В весомое преимущество Тетерина его активность превратилась в заключительном раунде. Он чаще прижимал соперника к канатам, у него стал проходить правый хук, а затем и левый. И его Виктория стала понятной не только зрителям, но и судьям, которые отдали победу рязанскому богатырю единогласным решением. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылась фото-выставка под названием «Диалог с природой». Ее автор – Дайсаку Икеда, японский философ, писатель, педагог и лауреат премии Мира ООН. Эти фотографии сделаны во всех уголках мира в разные годы. Тут и Москва в начале 21 века, и Гавайи в тот же период. Автор всех фото – один человек, 93-летний японец Дайсаку Икеда. Лауреат премии Мира ООН, обладатель 300 ученых степеней почетного доктора и званий почетного профессора. Он много путешествовал по миру с миротворческой деятельностью, и на своем пути Икеда старался поймать окружающую красоту. Это фотографии, сделанные в пути, из окна машины, поезда, самолета. Выставка уникальна потому, как она передает всю красоту природы мира, отражая эстетический вкус Дайсаку Икеды. Фотовыставка «Диалог с природой» уже побывала в 40 странах мира. Для того, чтобы организовать ее в Рязани, сотрудники библиотеки связались с международной светской буддийской организацией Soka Gakkai International, президентом которой и является Дайсаку Икеда. Представители Японии с удовольствием согласились на предложение библиотеки. И мне хотелось бы надеяться, что симфония жизни, которая пришла вместе с блестящими работами нашего замечательного японского друга, будет возвышать каждого человека и делать нашу жизнь более гармоничной, прекрасной и свободной. На открытии фотовыставки присутствовала и японская сторона, правда, удаленно. Сам Дайсаку Икеда быть не смог, и его представлял исполнительный директор организации. Данная фотовыставка также проводится в рамках культурного обмена в разных уголках мира и пользуется большой популярностью. Хранитель Миндейной коллекции Лувра и известный художественный критик Рене Юиг, который высоко ценил фотопроизведение Икеды, сказал, президент Икеда является поэтом, но сделаны им фотографии. Это поэзия, сотворенная глазами. Это мои любимые слова. Фотографии Дайсаку Икеда можно увидеть в стенах библиотеки имени Горького. Выставка будет работать до 5 апреля. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона вы можете узнать на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин